В Великом Новгороде прошло торжественное открытие второй смены международного молодежного археологического лагеря «Великий Новгород в исторической памяти поколений». Организаторами проекта выступил Межрегиональный общественный фонд «Центр национальной славы». Его участники – студенты и аспиранты вузов, ученые, преподаватели, историки и археологи из российских регионов и стран ближнего зарубежья. Репортаж Оксаны Шведовой. География участников молодежного археологического лагеря обширна. Познать тайны прошлого в Великий Новгород приехали студенты из Сербии, Хорватии, Болгарии, Китая, Латвии, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и многих других городов России и зарубежья. Участники познакомятся с российскими традициями, уникальной археологией Великого Новгорода, известными памятниками, смогут поработать на новом Петропавловском раскопе. Интерес европейских студентов к Великому Новгороду радует, отметил на открытии очередной смены мэр Юрий Бобрышев. Вы не только постараетесь найти артефакты, которые на раскопах у нас еще существуют, но и самое главное, вот в сегодняшний день, думаю, что вы между собой будете общаться, подружитесь между собой и передать эту атмосферу взаимоотношений между людьми, основанную на этих исторических факторах. Ученицы 12 класса вильнюсской школы Аста и Лиля мечтали приехать в Великий Новгород, увидеть и поучаствовать в археологических раскопках и самим попробовать найти артефакты. В Литве к такого рода работам допускают только квалифицированных специалистов, хотя с ней могут справиться школьники и студенты, считают участницы. Хотела бы как бы что-нибудь найти, ну какой-то исторический артефакт, например, не знаю, икону, что-то такое, чтобы не было бы, не знаю, и практика, и впечатление на целую мою жизнь. Можно смело сказать, что начинающим археологам крупно повезло. Работать они будут на новом раскопе в южной части Великого Новгорода, в окрестностях церкви Петра и Павла. Археологическая экспедиция здесь только началась, и есть вероятность, что ребята смогут найти немало интересных предметов. К слову, первые археологов уже порадовали. Они относятся к 15 веку. В основном это находки бытового характера. Ножи, свинцовые грузики, но есть и уникальные. Есть у нас западноевропейский артик, ливонский, начало 15 века, и есть печать княжеского наместника, наместника Василия Дмитриевича, который правил с 1389 по 1425 годы. И это печать третья из этой категории находок, из этого вида печатей. И такого наместника у нас еще не было известно. Смена международного археологического лагеря закончится в конце августа. За две недели участники не только познакомятся с историей Древнего Новгорода, но и смогут в буквальном смысле к ней прикоснуться. Оксана Шведова, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород.